Сибай, Туймазы, Благовещенска и еще множество небольших городов Башкирии имеют свою историю, колорит и неповторимые улицы. Но, к сожалению, совсем скоро по ним некому будет гулять. Молодые люди все чаще уезжают учиться в столичные города и предпочитают не возвращаться. Целыми семьями люди покидают свою малую родину. Мы хотим перезапустить города. И мы хотим, как жители хотят, чтобы они стали удобными и комфортными для жизни. Чтобы в них хотелось жить, чтобы не хотелось оставаться, хотелось работать, учиться. А если ты учишься где-то в столице, после учебы вернуться. Миссия и задача и желание сделать города такими комфортными, чтобы они тянули и не отпускали. Задачу перезапустить города перед собой поставил Институт развития городов Башкирии. Он был создан в республике в 2019 году и собрал молодых и креативных специалистов, которые этой зимой подготовили и подали на получение федеральных грантов от Минстроя России 11 заявок, 5 из которых выиграли. Теперь в этих городах полным ходом идет процесс благоустройства. Сейчас, во втором этапе конкурса, они подали еще 11 заявок. Сейчас находимся в предвкушении и ждем результатов. В этот раз на конкурс подали проекты на благоустройство 8 городов и двух поселений. Сибай, Межгорье, Туймазы, Белорецк, Училы, Благовещенска, Давлеканово, Воскресенское и Зилаир. Каждый проект – это уникальная разработка архитекторов с учетом целей и задач города. Здесь представлен многофункциональный навес, такая металлическая модульная конструкция, в которой расположены рекреационные, спортивные, детские функции, качели. Во времена летних ярмарок всегда будут помещаться павильоны. Жители смогут культурно реализовывать свой сельскохозяйственный потенциал. Юлия Федяева – архитектор концептуального бюро «11». Разрабатывала проект для города Туймазы. Здесь планируется благоустроить центральную площадь и улицу города. Мы старались усилить символизм площади для жителей, то есть придать ей какую-то особенную идентику, так, чтобы она воспринималась как площадь города Туймазы, отвечала запросам города, отвечала запросам жителей. С улицы, в принципе, то же самое. То есть мы старались наполнить ее максимально смыслами, благоустроить так, чтобы она стала настоящим общественным пространством, чтобы по ней было приятно ходить. И улица, и площадь в дальнейшем по стратегии развития должны входить в зеленый каркас города Туймазы. То есть они являются частью большого, большей системы общественного пространства. Стоит отметить, что в конкурсе могут участвовать города только с населением не более 100 тысяч человек, а также исторические поселения. Над одним из таких проектов работал архитектор Екатерина Андреева. Она создавала общественное пространство для Зилаира – села административного центра Зилаирского района на юго-востоке Башкирии. Зилаир, он находится на пути, на трассе между Оренбургом и курортами Башкирского Заураня. В Зилаир каждый день посещают огромное количество туристического потока, которые, к сожалению, сейчас проходят в основном мимо, они не заезжают в само село, они проезжают по объездной трассе. Задача нашего проекта была привлечь именно туристический поток уже в само село. Примечательно, что все проекты создаются не отдельно от людей, а вместе с ними. Проводятся семинары, слушания, презентации. Жителям дают возможность высказаться, внести свои коррективы и пожелания. К сожалению, второй этап конкурса пришелся на период пандемии, и чтобы все-таки подать заявки Институту развития городов, пришлось придумывать новые механизмы взаимодействия. Где-то в марте мы уже поняли, что что-то не так, нужно что-то предпринимать. В марте мы начали разрабатывать портал, он называется «Город Лав». На портале мы разместили дорожную карту, то, в какие даты и какие встречи онлайн или опросы, или интервью будут проводиться. Были онлайн-анкеты, мы проводили фокус-группы. С теми, кто активно пользуется интернетом, с подростками, чаще всего такое. Делали конкурсы со школьниками, конкурсы рисунков, как они видят все будущее своего города. И еще интересный был факт, что мы работаем помимо городов с историческими поселениями. И, допустим, вот слово «Скресенское», там живет всего тысяча человек, и у них туго с интернетом, и не было смысла делать с ними в Zoom-встречи. Мы просто по почте, с помощью почтальона, разносили нашу концепцию, придуманную архитекторами. Жители оставляли свое мнение, подчеркивали, что им надо, что не надо, и собирали обратную связь через сельсоветы. Они нам передали, мы дорабатывали концепцию уже так. Очень было сложно и интересно. По словам Дарьи, чаще всего у жителей малых городов и сел стоят запросы на самую базовую инфраструктуру – урны, туалеты и лавочки со спинками. Из так называемого «шика» людям в малых городах и сельских поселениях не хватает фонтана. Удивительно, что есть и те, кто выступает против благоустройства. Говорят, что не нужно привлекать внимание к нашей территории, что у нас и так хорошо, мы живем тут себе нормально, а тут еще приедут люди в других районах, будут тут гулять, ходить со своими собаками, они ругаются. Мы стараемся это исключать путем ликбеза. То есть у нас в социальной сети есть, у каждого города своя группа. Мы там рассказываем про то, какие общественные пространства бывают, как они работают, как они положительно влияют на самом деле на их район, на их место жительства, что не страшно, когда у вас под окном ходят люди. Некоторых, конечно, убедить не удается, и они просто уходят с проектного семинара, но преимущественно большинство, они за благоустройство и вносят свои идеи активно. О том, какие в итоге проекты по благоустройству получат федеральные деньги, станет известно в начале сентября. Строительство и благоустройство новых общественных пространств начнется в 2021 году. Анастасия Худик, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ.